Ах, сколько событий случилось в выходящем году! И вспомнить все это сверхзадача, которую мы решим, проведя модное нынче рейтинговое голосование. Начнем с присвоения звания События года. Событие 2010 года случилось под самый занавес 2010 года. Коньки все-таки заскользили по льду надувного купола на стадионе Старт. Заскользили, а как иначе? Ведь сам министр спорта областного правительства господин Рапопорт приезжал в Салду под ледные трубы варить. А Фазлыев, директор ВСМПО на игрок-монтаж, не знал, где сварщика взять. Теперь знаете, Накип Манапович? Может, нам там и уборщиков снега поискать? А то мы так удивились снегу в декабре, что и за лопатой не успели схватиться. И тут уместно вручить приз обладателю звания Пузырь года. Но не мыльный пузырь. Наш сдулся и надулся махом. В общем, теперь есть, куда звезд НХЛ пригласить. К слову о звездах. Гастролью года можно объявить спектакль «Любовь длиною в ночь» с Мариной Могилевской в главной роли. Марина Олеговна очень ярко охарактеризовала столичных артистов, которые не хотят ездить в провинцию со спектаклями. Дураки. Можем с гордостью заявить, что по числу этой первой российской беды мы тоже не глухомань какая-нибудь. И дороги у нас, как и дураки, имеют сам. Дорогой года объявляется тропа, проложенная лично начальником отдела капитального строительства зданий и сооружений ВСМПО Андреем Яковлевичем Усиком. Тропа от места посадки вертолета до места посадки в автомобиле, посадки прилетевших товарищей. За звание «Визит года» борются сразу несколько приездов, точнее прилетов. Кто-то приезжал себя показать, кто-то на нас посмотреть, кто-то с дозором обойти владения свои, а кто-то приезжал для того, чтобы мы могли торжественно объявить победителя в номинации «Песня года». Самой долины пока нет, земля на нее не выделена, но цветы уже благоухают, и гимн уже написан. Не Сергеем Михалковым, а Евгением Бусыгиным, наладчиком кузнечно-прессового оборудования ВСМПО. Стихи Васи Климова, слесаря-инструментальщика, исполняются впервые, дебют года. А и наши розы из титана, как символ славы, красоты. Любой музей украсят без изъяна, кузнечных дел прекрасные цветы. Но несмотря на то, что есть и гимн, и постановление правительства, и официальный талисман, надо все-таки договориться на берегу особой экономической зоны. Договориться о том, чтобы открытие Титановой долины прошло по всем правилам жанра, а иначе не будет нам счастья в долине. Ну вот, например, открыли пресс 306-й. Кстати, именно это событие стало открытием года. Сам губернатор и председатель облдумы помогали резать красную ленточку нашему генеральному директору. Но Михаил Викторович по молодости своей мог не знать. А Александру Сергеевичу, видимо, по статусу неудобно было намекнуть, что у нас так ничего не открывают. Обалдевший от безалкогольной церемонии запуска 306-й напрочь отказался штамповать. Пришлось объявлять дубль 2, и состоялось еще одно открытие. Вот теперь обмытый шимпанским пресс больше не капризничал. Оно, конечно, нехорошо пропагандировать алкогольную продукцию, но иногда жизнь разбивает стереотипы в пух и прах. Пример, пожалуйста. Нынешний победитель эстафеты на призы газеты «Новатор» Максим Гараев. А что нужно для победы? Не курить. Ты не куришь? Курю. Это интервью получает приз «Откровение года». Следующая номинация – «Амнистия года». Объявлена была на юбилее цеха номер 4, но может быть воспринята как всекорпоративная и всеобщеодобряемая. Ну, а от лица дирекции, а поскольку я представляю службу безопасности, значит, кому завтра на смену, в субботу, будет дана команда сотрудников цеха номер 4, особо не придираться и, ну, можно, вы постарайтесь. Но маленький да громкий цех номер 4 не дал нам возможность вручить ему приз в номинации «Задержание на КПП года». Субботняя смена после юбилейной пятницы грохотала своим молотом так, что слегка пошатывался короб будущего родильного дома. Ну, сами понимаете, это стройка года, разделяющая высшую ступень педестала почета с участком гарнисажных печей. Что откроют быстрее, как думаете? К слову, на это можно было бы открыть Салдинский тотализатор. Делайте ваши ставки, господа, но аккуратнее. Не попадитесь, как те, кто спорил о сроках пуска газа в новый, в народе именуемый, директорским дом. Проиграли все, кто ограничился сроком пуска в один год. О, газ на мед не пустили, а осадок остался. На очереди новый дом. Так что можно сказать, что есть у нас и номинант в теме новоселье года. Делайте ваши ставки, господа. Просьба года. Такой приз можно вручить Мотоке Нисима, генеральному менеджеру японской корпорации прогрессивных металлов. Контракты будете с нами заключать? Строго спросил корреспондент. Контракт? Да, если можно, да. Самая жаркая борьба развернулась при подведении итогов номинации «Фраза года». Но бесспорным лидером 2010 года стал вот этот диалог. А можно ли сегодня задать вот такой вопрос, приятный, но, боюсь, он вам не понравится, можно ли рассчитывать работникам корпорации на 13-ю зарплату, хотя бы на ее небольшую часть? Могу сказать, что, может быть, вопрос-то мне и не понравился, но ответ вам не понравится еще больше. Нет. Михаил Викторович, великая сила искусства заключается в том, что под Новый год и невозможное становится возможным. Предлагаем вам новогодние варианты ваших ответов на вопрос. Можно ли рассчитывать работникам корпорации на 13-ю зарплату, хотя бы на ее небольшую часть? Хороший вопрос. Вопрос, он для меня лично тоже актуальный. Может быть, в этот раз удастся. К самой идее я отношусь очень положительно. Мы ее не отменили и никогда не отменим. От фразы года к подарку года. Конечно, это был хирургический микроскоп, переданный в дар от корпорации Верхнесенечисинской больницы, где замечательный доктор Павел Губин возвращает тысячам уральцев зрение. Открыть губернаторские глаза на салдинские проблемы с помощью отставки, которая стала увольнением года, пришлось нашему мэру Николаю Тихонову. Отъезд года, он и приезд года. Ротация на посту генерального директора Юрал Боинг Мануфэкторинг. Гарри сменил Гарри. Пекло года. Это июль в цехе номер 20. На улице 30, здесь 50. Вандализм года – это троекратное разрушение сцены на танцплощадке в парке имени Гагарина. Репортаж года – это, конечно, фанбара. Это улица Пикадилли. Это музей Шерлока Холмса, телевидение ВСМПО, впервые командировано в дальнее зарубежье. Торжество года и поклонение года – это чествование ветеранов Великой Отечественной, подаривших нам 65-ю победную весну. За право лидировать в номинации «Человек года» могут бороться несколько тысяч человек, точнее 15 тысяч, все работающие в цехах ВСМПО. Ну, во-первых, все выжили в холода начала нынешнего года. Во-вторых, все выжили в жару лета нынешнего года. В-третьих, все выжили при новом страховщике Ренессансе. Ну, а если серьезно, то «Человеком года» без каких-либо натяжек объявляется Виктор Бабинов, который верой и правдой прослужил родному 35-му цеху 40 лет и в августе нынешнего года получил из рук президента Дмитрия Медведева орден почета. Самое яркое впечатление от пребывания в Кремле на Виктора Васильевича произвел инструктаж сотрудника церемониального отдела. Президента не обнимать, не целовать, подарки не дарить. Вообще-то это электрик ВСМПО Бабинов рассчитывал на подарок от президента. Ну, а насчет поцелуев, то как-то не знаю. Я бы лучше с Тамарой Гварцители поцеловался, признался Виктор, чье место в Екатерининском зале Кремля оказалось рядом с певицей. Фундаменты года – это шедевр строительного искусства бетонирования основы под станки Цинценати в цехе 54. И перепись года у нас в этом году была, и пресс-туры иностранных журналистов, и ремонты старых ножниц в 16-м, и установка новых ножниц в 16-м. И пожар на Босяновке всем миром тушили, и Би-2 подпевали. И кто сказал, что это не призеры нашего рейтингового конкурса? Но! Но! Но нет ничего важнее, нет ничего значительнее, нет ничего прекраснее любви. И поэтому поставим на самое первое из всех самых первых мест номинанта премии «Свадьба года». Но она же и разочарование года. Сейчас поймете почему. Но кто же знал, что один из самых обаятельных начальников отдела, наш главный финансист, Артем Акимихин, не женат? Был не женат. Куда смотрели салдинские незамужние красавицы? Вот теперь смотрите и кусайте локти. А еще, пусть кусают локти те, кто не верит в любовь и в счастье, в дружбу и в мечту, кто не верит в Новый год и в то, что именно в Новом году придет к нам успех и удача, потому что мы будем верить в удачу и успех, а еще, потому что мы будем любить и быть любимыми. И Новый год, и Рождество Нам принесут немного счастья, Нас сохраняет от ненастья Только любовь под Новый год Наша заветная мечта Сбудется, если будем верить Только под Новый год На новые года Наша заветная мечта Новый год Наша заветная мечта Сбудется, если будем верить Только под Новый год На новые года Только под Новый год На новые года Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok